Друзья, всем привет! 7 апреля, короче, вчера мы не работали, сегодня работаем, сегодня суббота, Санек со мной. Вот, короче, купила вчера резиночки, сюда вот на помпу, будем собирать помпу. И устанавливать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, короче, компрессор на месте, а, да, трубку надо. Саш, да и там трубка такая есть, одна длинная, горбатая всякая, изогнутая. Вот, короче, стартер на месте, остался топливный насос, фильтр тонкой очистки. И можно регулировать момент подачи топлива, расскажу, как. И запускать. А, да, еще нету генератора с той стороны и ремней, соответственно. Но это генератор устанавливать 10 минут, это не беда. Самая долгая топливная насосация регулирует, но это тоже несложно. Короче, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Все топливное на месте. Теперь, короче, заправляем все маслом. Двигатель, коробку, гидробак, рулевое управление. Потом вот этот штуцер в бак, точнее в ведро с топливом. Прокачиваем, настраиваем топливный насос и пуск. Вот так вот, короче, давайте, скоро будем. Итак, друзья, вкратце расскажу, как же выставлять топливный насос на нужный угол опережения подачи топлива. В общем, ничего сложного, просто нужно понять принцип. Так, держи, Сань. Короче, первое, это мы сначала, соответственно, устанавливаем топливный насос, потом прокачиваем систему, чтобы не было воздуха. Вот, далее педаль газа полностью на полную подачу топлива. Вот, видите, у меня рейка, все. До отказа. И что делаем? В трактор ставим нейтралочку, система прокачана, низовоздушная, ничего. И начинаем вращать двигатель по ходу движения, по его ходу рабочему. До тех пор, пока у нас не в первой форсунке, Саш, подожди подлежь. Не в первой форсунке, а в первой секции топливного насоса. Не подскочит резко топливо. Вот это и будет, как бы, момент. Но момент будет, допустим, там, 30-40, может быть, 50 градусов. Может быть, наоборот, раньше намного. Но это уже после. Чтобы нам найти тот... Так, да, допустим, можно в МТ на шкиву, на меточке попасть в шкив. Пентель торчит и шкив. Там на нем метка в МТ и углы. Можно попасть в МТ, короче, в эти углы, допустим, как нам никак не надо, 6,5 градусов. Я могу попасть, но у меня ничего здесь не произойдет. Могу дальше крутить, все равно ничего не произойдет. Это нормально. Потому что вы можете попасть, допустим, на работу другого цилиндра, но не первого. Потом делаем еще оборот. И вот на следующий оборот у вас 100% должен быть подъем топлива. Но на сколько градусов он будет, это уже будете смотреть по шкале. То есть сначала нам нужно найти, в этом обороте будет цикл подачи на первый цилиндр, либо в следующем обороте коленчатого вала. Вот это первая задача. А дальше я вам все расскажу по ходу движения. Здесь, на этом моторе и в этой комплектации, на этом тракторе, короче, просто нереально крутить за шкив. Потому что там места мало. Вот сами смотрите, какой здесь ключ. Здесь ничего, просто ничем и не подлезешь никогда в жизни. Поэтому кручу я за вентилятор. Натягиваю ремни, помпы сильно-сильно и вращаю за вентилятор. Сейчас, короче, буду это делать. Так, друзья, вот сейчас спрыск топлива был. Теперь подгоняю под градусы шкив. Такие мне нужны. Так, ты светишь неправильно. Вниз, сиди. Вот здесь свети, вот сюда. Вот. Так видно. Отворачиваем назад. Вниты десять. Нам надо шесть половины. Так, свети. Десять. Четыре. 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 Знаешь, где-то на этой. Нужно этой. Лежа. Друзья, вот я думаю, вам видно, короче. Ну, вот, я думаю, вам видно короче. Вот, метка. 10 градусов до ВМТ. потом 20 и так далее вот короче мне надо 6 градусов в мт вставить то есть шесть половиной градусов до верхней мертвой точки опережение впрыска где-то вот так далее теперь свете сюда далее берем ослабеваем гаечки 3 которые ослабеваем 3 гаечки одну потому что я на 1 протяну пока что так вот одну раз берем головочку и вращаем топливный насос уже большую головку на 30 дуб пора влево и потом потеченечку по часовой стрелке вращаем потихоньку насос до поднятия топлива вот вот это и есть топливный насос поднимается опять упором назад против часовой и потихонечку вот все топливо начало подниматься теперь берем за контрагаем все наши гайки так то по хорошему надо моментоскоп то есть тоненькая трубочка в которой вот этот подъем он будет отчетливо видно но в принципе кто работает постоянно знает что куда и моментоскоп особо-то он и не нужен то есть чуть топливо сдрогнулось с секцией все значит это и есть нам нужный пыль хорошенечко затягиваем крышку мы не будем итак друзья наверное можно пробовать пускать для начала нужно убрать все эти вещи чтобы они не потерялись не разлетелись когда заведется трактор аккуратненько все сложить тут пока так проверить еще не остались ли какие ключи на тракторе сразу он не заведется а нам в принципе сразу и не надо нам нужно немножко чтобы он покрутил давление масла набралось и тому подобное а так короче должен должен запуститься ну что давай вставай вот так вот свечи ага мхм и Продолжение следует... Ах, как шепчет, а? Ах ты родненький! Иди в кабину, садись, давление смотри, что было. Так-то давление было 5 килограмм с лишним. А мы сейчас помрем там. Есть! Ну и тут вроде бы ни потеков, ничего пока что. Ну, довольно-таки ровно работает. И запустился неплохо. Сколько давления? 5? Глаза дерет. Вот, друзья, давление пятера. Зарядки нету, это понятно. У меня генератор снят. Надо призрязать. Мне кажется, немножко поздновато. Момент. Вот так ровненько работает, блядь, красота. А вроде бы нет, нормально. Ну, сейчас нельзя ему газовать, потому что он еще мотор на обкатку должен пройти хорошенько. Плавник или гонечко. И, ну, можно немножко оборотик ему подавать. Но я боюсь, у меня ремень генераторный, я его не одевал. Он у меня просто висит на шкиву. Я боюсь его, если подхватит на оборотах, то, блин, может и вентилятор, и все в тучу собрать. Попробуем заново запустить. Заглушить и запустить. Давление пятера. Полностью убран газ. Не, пуск здравый. Блин, красота. Давление пятерочка. Короткий 8. Ну, короткий, блин. Я не знаю, вперед проехать, не проехать. Ну, блин, у меня нету сцепления сейчас. Надо подрегулировать вилку. Вот. И жидкость налить. Тогда можно попробовать движение вперед, немножко назад. Продолжение следует. Продолжение следует. Друзья, короче, вот так вот регулируется простенько момент подачи топлива. Но точно я попал не точно, пока вам не могу сказать. Потому что, ну, не могу я мотору подать нормально жару. Как он будет брать с низов. Подхватывает, не подхватывает. Но так вот немножко подаешь, вроде бы нормально. Вроде бы не поздно и не рано. И дымок, вроде бы, не дает он много ему. Вроде бы хорошо. Но пока еще не знаю. Мотор еще не прикатался, не притерся. Рано бы что еще говорить. Как я попал, хорошо или не хорошо. Но я думаю, нормально. Пока так поезжу, закрою крышку. Я думаю, перерегулировать не придется. Потому что, ну, мне понравилось. Ровненько работает и запускается. Сами видели как. Поэтому, наверное, даже не буду перепроверять. Потому что, да, по-хорошему нужно перепроверить. Правильный момент подловили или нет. Вот завели, проработал он, заглушили. И еще оборотик или два, как попадет. Проверьте. Уже не отворачиваю ничего. Просто крутите. И как у вас подъем с секции начинается. И потом уже смотрите на маховик. Вот так вот. Конечно, дел еще полно. Тут все мы разбросали. Потому что, блин, реально уже время 8. У нас мужики сейчас работают. Ну, как мы на ремонте. До пяти. Я уже какой день. Вот завтра Пасха. Праздник, да. Никакой работы. Поэтому, блин, я вот. Очень рад, что сегодня запустил. Хоть и так корявенько, можно сказать. Потому что генератор током не прикрутил. Прикрутил только вот провода. Потому что без этих проводов ток не идет в систему. Поэтому, блин, вот так вот все корявенько. Температурные датчики тоже еще не успел приболтить. Прицепить. Но сути в них не важно. Мотор запустился. Бодренько. Нигде не потек. Пока что, вроде бы. Вот. Но это уже радует. Приятно работает. Мне понравилось. Я, конечно, конечно, очень рад. Ну, еще много дел. Так что ставим лайки. Подписываемся на канал. Комментируем. Думаю, это видео было для вас интересное. Долгожданное. Для меня тоже очень долгожданный момент. Потому что, блин, реально. Жена, наверное, практически два месяца ремонта. Это все занимает. Долго. Потому что учеба. Потому что запасные части ждали. Ну, в общем, потихонечку, потихонечку. Но справились. Погода нас пока еще не гонит. Потому что у нас еще весна так особо-то не приближается. Вот. С трактором еще есть дела. Еще в коробке там надо. То фильтра помыть, то еще что. Так что... Голос в темноте. Вот так вот все. Бросили трактор и пошли мы домой. Теперь до понедельника. Завтра Пасха со спокойной душой. Конечно, этот пуск хотел бы я еще и вчера сделать. Но видите, как у меня с помпой дело вышло. Коряло. Поэтому сегодня мне любой ценой нужно было сделать этот долгожданный пуск. Так что ставим лайки за мои старания, за мои видосики. Потому что этот капитальный ремонт был подробнейший. Рассказывал я подробно все. Как и что. Вот. Поэтому, друзья. Лайк за мои старания. Подписка. Рассказывайте друзьям. Дальше интересней. Так что всем спасибо большое. Кто со мной, кто комментирует, кто лайкает. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok